Научный социализм, целиком поглощенный критикой капиталистического строя, теории социалистического строя до сих пор не разработал. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе. Берр Давидович Бруцкус, наш экономист, начал 20 века. В 1922 году он был выслан из Советского Союза за границу. Предлагаю вашему вниманию его труд 1922 года из журнала «Экономист». Сам люблю слушать подкасты на разные темы политологии, экономики, общественных наук. Зачем это слушать? Центральный вопрос — это возможность социализма как такового. Большевики взяли власть, социалисты взяли власть, и во многих странах того периода они могли взять власть вполне и где-то брали. Но у них не было модели того, как устроить общество не по рыночным принципам, не на основе капитализма, а вот по-новому. Бруцкус обратил внимание на такую небольшую проблему, а как это все будет работать? И он пытается ее решить, это интересно. В сочинении много отсылок к разным теориям. Если вы читали учебники по макроэкономике, они вам будут знакомы. Ну там предельная полезность, эластичность спроса, предложения. И автор здесь, мне кажется, максимально объективен, но он еще не знает, к чему приведет эти практические эксперименты по поиску того, как может работать социализм, куда эти эксперименты приведут наше общество, как мы будем 70 лет дальше жить. Часть первая. Марксизм и проблема социалистического народного хозяйства. Историю развития социалистических учений обычно делят на два периода — утопического и научного социализма. Грань между обоими периодами положена трудами величайшего политического деятеля и мыслителя социализма — Карла Маркса. Маркс попытался понять социально-экономические процессы, исходя из идей эволюции. И этот принцип оказался в общественных науках столь же плодотворным, как и во всех других областях знания. Во второй половине XIX века марксизм завоевал безусловную гегемонию в социалистическом движении. И в настоящее время именно он является доктриной революционного пролетариата. Утопические социалисты представляли себе, что социалистический строй возникнет в результате инициативы, увервавших в его блага небольших общественных групп, которые своей вдохновленной деятельностью увлекут все остальное общество. Проводя положенность такому пониманию, Маркс утверждал, что социально-экономические явления развиваются стихийно, но объективное исследование эволюции капитализма, по мнению Маркса, приводит к тому непреложенному выводу, что этот строй неотвратимо стремится к собственной гибели, что в недрах его развиваются элементы нового строя, социалистического. Очередной задачей своей эпохи Маркс считал не создание небольших общественных ячеек на социалистических основах, а прояснение сознания и организацию пролетариата как класса, призванного в определенный момент социально-экономической эволюции, в момент конечного кризиса капитализма, взять в свои руки перестройку всего общества в целом на социалистических основах. В связи с этим менялось и самое содержание социалистических учений, в то время как утопические социалисты на первом плане ставили задачу конструирования нового общества, научный социализм концентрировал свое внимание главным образом на критическом исследовании современной системы народного хозяйства и на выявлении ее эволюции. Последнее уже предрешало некоторые основы будущего социалистического общества, но разработкой задачи систематического его конструирования Маркс не занимался. Последователи Маркса точно так же не уделяли последней задачи своего внимания. Даже такой разносторонний и исключительно плодовитый писатель, как Карл Каутский, так много сделавший для исследования социально-экономических явлений методами марксизма, в интересующем нас вопросе остался бесплодным. Совершившийся в России социальный переворот, казалось бы, поставил ребром перед русскими ортодоксальными социалистами задачу конструирования социализма, как положительного учения, но и русская социалистическая литература пока не сумела в этом направлении ничего сделать. Выдающийся теоретик большевизма Бухарин в своей экономике переходного времени ограничился утверждением старого положения социализма, что категории капиталистического строя при социализме теряют свое значение, но он не попытался выяснить, какие же категории будут регулировать производство и потребление при новом строе. Если в русской литературе сделана попытка конструировать социализм как положительное учение, то она принадлежит покойному Туган-Барановскому, которого, конечно, нельзя назвать ортодоксальным марксистом. Таким образом, приходится с полной определенностью констатировать поразительный факт. Научный социализм, целиком поглощенный критикой капиталистического строя, теории социалистического строя до сих пор не разработал. Между тем, от разработки такой теории марксизм не имел достаточных оснований отказываться. Очень часто Маркс сравнивает рождение нового общества с физиологическим актом родов. Он связан с глубокой трансформацией всей физиологии выброшенного на свет Божие существа. Аналогичные явления должны иметь место и при рождении нового социального строя. Ищущий прибыли предприниматель, который до этого приводил в движение весь экономический механизм общества, исчезает. В хозяйственной жизни должны появиться новые стимулирующие двигатели. Но общество все-таки не организм, и направляющие инстинкты в нем не действуют. Те новые акты, которые возникают в организме инстинктивно, должны быть в обществе предварительно осознаны его руководящими кругами. Если капиталистическое общество, которое предоставляет личной инициативе своих граждан удовлетворение важнейших его нужд и ограничивает функции государства некоторым регулированием хозяйственной деятельности своих граждан, создало науку экономической политики, то во сколько же раз такая наука более необходима социалистическому обществу, в котором деятельность государства и бесконечно более ответственна, и бесконечно более многообразна, и бесконечно более сложна. Тот факт, что социализм как положительное учение остался в марксизме неразработанным, мы не можем себе объяснить только тем, что у марксистов не было смелости браться за решение такой проблемы, которая осталась неразрешенной самим Марксом. Для практической задачи, которую Маркс ставил себе в первую очередь, для организации единого интернационального рабочего движения, углубленная разработка теории социалистического хозяйства не была, безусловно, необходимой. Для того, чтобы организовать пролетариат на борьбу против капитализма, достаточно было критически выявить отрицательные стороны капитализма и противопоставить ему социализм лишь в самых общих, заманчивых контурах. Но ведь социально-экономическая эволюция после Маркса шла вперед, и вопрос о социальном перевороте и о творчестве нового строя с течением времени становился все более актуальным. К этому моменту надо было готовиться, и то, что марксисты в этом отношении оказались неподготовленными, не может не иметь отрицательных последствий для социалистического движения. В настоящий момент, когда в связи с последствиями небывалой по своей разрушительной силе мировой войны, вся экономическая жизнь передовых стран оказывается глубоко дезорганизованной, и капитализм переживает такой кризис, которого он еще никогда не переживал, отрицательные результаты подобного состояния социалистической доктрины не могли не выявиться. Вожди западного социализма совершенно неожиданно оказались призванными от перманентной оппозиции к власти. И вот не имея разработанного плана нового общества, старые вожди западноевропейского социализма в полном сознании тяжелой ответственности перед руководимым им рабочим классом уже не решаются призывать их к социальной революции. У них ослабело вера в то, что социализм окажется в силах, в данных трудных условиях, уврачевать тяжелые недуги экономической действительности. Наоборот, держащие в руках власть русские социалисты, будучи более строгими последователями марксистской доктрины и будучи по своей психологии более смелыми и решительными, после социального переворота вынуждены переходить от эксперимента к эксперименту в такой момент, когда ввиду совершенно критического положения народного хозяйства следовало бы действовать наверняка. Принимая во внимание столь важные отрицательные последствия отсутствия разработанной теории народного хозяйства применительно к условиям социалистического строя, приходится, конечно, признать, что этот факт не есть какая-то случайность. Очевидно, должны быть глубокие причины этого замечательного явления. Они выяснятся в дальнейшем нашем изложении. Марксистский социализм прежде всего не является социализмом мелких общин. Это социализм в крупном масштабе, государственный, национальный. Он отрицает рынок и рыночные цены как регуляторы производства, как регуляторы распределения производительных сил. Этот способ регулирования капиталистического хозяйства с точки зрения марксизма является несостоятельным. Марксизм постоянно подчеркивает анархию капиталистического производства, неизбежно приводящую к периодическим кризисам. С точки зрения марксизма, эта анархия и есть одна из важнейших отрицательных сторон капитализма, которую социализм призван преодолеть. В сравнении с капитализмом, социализм является высшей формой хозяйственной организованности. Социализм ведет хозяйство по единому государственному плану, построенному на основах статистики. Подобно рыночным ценам и другие категории капиталистического хозяйства теряют при социализме свое значение. В социалистическом обществе нет ни заработной платы, ни прибыли, ни ренты, ибо в нем все работают и получают полный продукт своего труда без вычета нетрудовых элементов дохода. Социалистическое общество признает издержки производства лишь в одной форме – в форме затраты труда. Количество же этой затраты измеряется временем. Распределение хозяйственных благ должно быть согласовано в социалистическом обществе с эгалитарным принципом. Ибо если свобода есть руководящий лозунг буржуазии, то равенство есть руководящий лозунг промышленного пролетариата. Во имя этого лозунга им совершается великий переворот. Таковы руководящие идеи марксистского социализма в деле построения нового народного хозяйства. Удастся ли нам решить задачу теоретическую конструирование социалистического хозяйства, покажет наше дальнейшее изложение. Но во всяком случае соответствующая работа имеет большое значение и для более отчетливого исследования природокапиталистического хозяйства. Исследование проблем социалистического хозяйства дает нам надежду осветить с новых точек зрения проблемы капиталистического хозяйства. Часть вторая. Хозяйственный принцип и социализм. Едва ли какой-либо экономиста решится оспорить то положение, что всякая хозяйственная деятельность, протекает ли она в рамках натурального, капиталистического или же социалистического хозяйства, должна быть подчинена принципу о соответствии между затратами и результатами. Недаром этот принцип считают конституирующим хозяйственную деятельность, отличающим ее от всякой иной деятельности человека. Надо только полагать, что принцип этот в социализме должен проявиться в своеобразных для него формах. В натуральном хозяйстве механизм проявления хозяйственного принципа ясен. Трудится небольшой комплекс лиц, тесно спаянных между собой узами кровного родства и совместной жизни. Они же и потребляют все произведенные ценности. Естественно, что в этих условиях устанавливается известное субъективно определяемое соответствие между затратами, преимущественно трудовыми, и ценностью продуктов труда, потребляемых самими же трудящимися и их близкими. Небольшие размеры и полная обозримость всего процесса производства и потребления являются известной гарантией этого соответствия. В капиталистическом хозяйстве предприниматель пользуется трудом посторонних людей, к благополучию коих он может быть вполне равнодушен, он пользуется в изобилии материалами и орудиями, являющимися продуктами предшествующих производственных процессов, пользуются естественными силами, к которым приходится устанавливать совсем не то отношение, какое устанавливается в натуральном хозяйстве. Тем не менее и здесь, при несравненно более сложном хозяйственном процессе, устанавливается соответствие между затратами и результатами производства, выражаемое даже отчетливее и последовательнее, чем в натуральном хозяйстве. Все элементы производства – труд, материалы, машины, процент на капитал, рента – оценены обществом на рынке, равно как на рынке оцениваются и все продукты производства. Эти оценки происходят в стихийном процессе, результаты коего для отдельного предпринимателя являются данными. Если цены произведенных продуктов производства не покрывают затрат, то предприниматель лишается возможности распоряжаться орудиями производства. Он получает свою отставку безжалостно и безоговорочно, ибо и она дается в стихийном процессе. Он не исполнил тех заданий, которые ему, как предпринимателю, предъявляет общество. Он не сумел так скомбинировать элементы производства, чтобы они оплатились в рыночной цене, произведенного с их помощью продукта. Зато никого капиталистическое общество не осыпает так обильно своими щедротами ни гения науки, ни гения искусства, как умелого и искусного предпринимателя, который, удачно комбинируя элементы производства продукта, удовлетворяет хотя бы самым обыденным потребностям общества. Благодаря этому предприниматель капиталистического общества находится постоянно в напряженном состоянии. И это напряжение он стремится передать всем участникам производства. Одних он заинтересовывает непосредственно в результатах производства, других он поощряет повышенным вознаграждением, третьих он дисциплинирует страхом увольнения. Какими же путями хозяйственный принцип может быть осуществлен в социалистическом обществе? Социалистическое общество, в отличие от капиталистического, не обладает армией предпринимателей, которые всем своим имущественным положением заинтересованы в успехе производства. Лица, возглавляющие социалистические предприятия, материально не выигрывают от их успешной работы и не проигрывают от их неуспешной работы. Не они платят за использованные в производстве труд, капитал, естественные силы, и они ничего не получают за отданные обществу продукты производства. Риск каждого данного производства, всеми участниками его, перекладывается на все общество в целом. Не будем далее останавливаться на тех трудностях субъективного порядка, которые в связи с этим встречает строительство социализма. Ибо исследование субъективных элементов хозяйственной деятельности есть задача самая трудная, и результаты такого исследования будут всегда вызывать споры. Мы сделаем лишь объективный вывод, который из сказанного становится очевидным. Хозяйственный учет имеет в социалистическом обществе гораздо большее значение, чем в капиталистическом. Капиталистический предприниматель, если ему угодно, может совсем не вести никакого счетоводства. Тем хуже для него. Но перед народным хозяйством его ответственность этим нисколько не ослабляется, ибо все ему дается обществом по оценке, и все у него принимается обществом по оценке. И не уйдет он от суда мирского. За растрату производственных сил он ответит своим достоянием и своим общественным положением. Иначе обстоит дело в социалистическом обществе. Если глава крупнейшего предприятия в социалистическом хозяйстве ведет его без надлежащих учета и расчета, то он может лично жить совершенно спокойно, как бы руководимое им предприятие вследствие иррациональной организации производства не расточало производственных сил общества. Всякое такое предприятие является своего рода больным членом хозяйственного организма, его истощающим. И из того, что болезнь не обнаружена, от этого она не становится менее опасной. Ведь и на теле опаснее всего рана, которая не болит. Итак, ничто не может быть для социалистического общества опаснее, как атрофия хозяйственного учета. Ибо в этих условиях конечная дезорганизация его хозяйства неизбежна. Именно такое явление атрофии хозяйственного расчета мы наблюдали в России параллельно со стремительным разрастанием социалистического хозяйства за счет частного, параллельно отмиранию рынка и денежной системы. Уже в упомянутом труде Бухарина «Экономика переходного времени» на примере железнодорожного хозяйства убедительно доказывается, что ценностный учет, проводимый старыми методами, потерял всякий смысл. Однако это обстоятельство, по-видимому, не вызвало никакой тревоги в душе теоретика социализма. Бухарин сознает необходимость какой-то другой системы учета, но не останавливается на выяснении ее принципов. А между тем, именно в этом заключается самое больное место нашего социалистического хозяйства. Мы получаем молоко, выпекаем хлеб, чиним вагоны, перевозим уголь, но никто не может сказать, во что обходится молоко, выпечка хлеба, починка вагона, перевозка угля. Такое положение неминуемо должно было привести народное хозяйство к катастрофе, и оно его к ней и привело. Государство, лишенное прежнего ценностного учета, не могло, конечно, отказаться от контроля за своими предприятиями, но ему представлялась возможность контролировать лишь отдельные элементы производства, и в этом отношении оно вынуждено было пойти очень далеко, гораздо дальше, чем это делали капиталисты. Организовался мелочный контроль за формальной аккуратностью служащих, за использованием материала, машин, инвентаря. Нагромождались ревизии на ревизии, устанавливалось уродливое несоответствие между рабочим и контролирующим аппаратом, а между тем этот контроль за элементами производства нисколько не гарантирует хозяйственной рациональности предприятия и совершенно не имеет того решающего значения, который имел ценностный учет. К огорчению моралистов приходится даже сказать, что честность руководителей предприятия, которую такой учет в лучшем случае может обеспечить, еще не гарантирует народного хозяйства от убытков, а бесчестность их может сочетаться с народохозяйственной пользой. Все зависит от удачной или неудачной организации производства, о чем указанный контроль ничего не может сказать. В настоящее время мы видим, как государство пришло к убеждению, что так дальше вести хозяйство нельзя. Оно нашло выход в восстановлении свободного рынка и в ценностном учете отдельных предприятий государства, построенном на директивах, исходящих от рынка. Этот выход из создавшегося тяжелого положения, очевидно, лежит уже не в плоскости социалистического хозяйства, как таковое понимается в марксизме. Нас интересует разрешение проблемы хозяйственного учета именно в пределах марксистского социализма. Николай Бухарин, констатировав атрофию старых форм учета, полагает, что они должны быть заменены натуральным учетом. Николай Бухарин, констатировав атрофию старых форм учета, полагает, что они должны быть заменены натуральным учетом. Эту мысль подробнее разработал Александр Васильевич Чаянов. Он полагает, что таким путем получится возможность сравнивать степень рациональности постановки отдельных предприятий социалистического хозяйства. Применяя свой метод к сельскохозяйственным предприятиям, он приходит к расчетам такого типа. На 1000 единиц зерновых продуктов использовано 30 единиц труда, 90 единиц продовольствия, 8 единиц земли, 0 единиц тяги, 25 единиц построек, 0,1 единиц инвентаря, 1,0 единиц материалов, 0,03 топлива. Для того, чтобы получить ту достаточно сложную формулу, Александру Чаянову пришлось искать общую единицу для всех продуктов продовольствия, общую единицу для всех построек, общую единицу для инвентаря от бараны до паровой молотилки, общую единицу для всех материалов от смазочного масла до веревки. Нечего говорить, что все эти единицы совершенно условны, если не сказать произвольной. Если же они имеют какое-либо реальное значение, то лишь постольку, поскольку они произведены путем какого-то общего принципа оценки, которого автору не удалось формулировать. Далее, если глава совхозов получит результаты лишь в указанной форме, то ему с этими сводками нечего будет делать. Если же все единицы построек, продовольствия, земли, инвентаря свести к одной единице, то таковую следует наконец назвать. Неудивительно, что опыт Чаянова не имел успеха. Трумилин и Варга, которые на страницах экономической жизни подходили к проблеме учета, оба отвергли метод Александра Чаянова и оба пришли к заключению, что подобно тому, как капиталистическая хозяйство имеет в рублей единицу для измерения всех ценностей, вращающихся в нем, так и социалистическое хозяйство должно обладать подобной единицей ценностного учета. С этим нельзя не согласиться. Без ценностного учета никакое рациональное хозяйствование ни при каком социально-экономическом строе невозможно. И в полном согласии с принципами марксизма Варга и Струмилин признали, что труд должен явиться мерилом ценности. Если и в капиталистическом обществе по Марксу труд является, хотя и в скрытой форме, основой общественной оценки хозяйственных благ, основой их меновой ценности, то в социалистическом обществе труд должен быть сознательно положен как мерило ценности. Посмотрим же, что может дать социалистическому хозяйству трудовой учет ценности продуктов. Вопрос этот представляет громадный теоретический интерес, ибо он стоит в теснейшей связи основных в марксизме концепций экономической деятельности. Конец второй части.